Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня мы пройдемся по моему огороду. Моя подписчица попросила показать, что же растет у меня в огороде. А для меня просьба подписчицы – это закон. Даже одной. И вот так показываю. Начинаю с картошки. Картошка. Картошки посажено меньше сотки, где-то 0,9 сотки. Картошка вот такая уже хорошая, смыкает рядочки. В этом сезоне первый раз ее обработала на стадии маленькой фитоспорином. Вот при смыкании рядков надо обязательно обработать. Может быть, сегодня все никак не могу, потому что то ветер, то дождь. Надо еще раз обработать фитоспорином. от фитофторы, потому что у меня в огороде еще растут томаты, а вместе это вообще нельзя сажать в одном огороде. Но никуда не денешься, и поэтому решила попробовать так, как советуют нам специалисты. Обработать пару раз фитоспорином, и, возможно, у нас все получится. Не знаю. Так, дальше. Вот здесь, вот в этом краю у меня чеснок. Показываю только овощи. Цветы показывать я не буду рассказывать, потому что я и так их часто показываю, и о цветах будут отдельные ролики. Чеснок. Вот такой чеснок. Чеснок очень большой. Уже начинает давать стрелки. И чеснока у меня много. Четыре грядки. В два раза больше посадила, потому что чеснок пользуется спросом. И лишний, если будет у меня, то я, конечно, его реализую. Чеснок озимый. Можно садить под зиму. Я пробовала. Растет. Но я сажу ранней весной. В этом году его посадила в апреле месяце. Прямо в начале апреля. Только-только на пол, наверное, штыковой лопаты оттаяла земля, и я его посадила. И вот так вот он хорошо выглядит. Вот тоже вот такие вот стрелы, про которые я вам сейчас расскажу. Вот эти стрелки, опять напоминаю, я уже не раз говорила в своих роликах, вот эти стрелки нужно выламывать. И именно выламывать, а не выкручивать, как некоторые делают. Если вы выкрутите, там будет ямка попадать, будет вода, и чеснок будет загнивать. Оставите для себя штучки, две-три стрелочки. Для чего? А для того, чтобы потом смотреть. Если наша стрелка выпрямится, будет такая прямая, как пружина, и вот эти бульбочки нальются и лопнут, это сигнал нам к тому, что чеснок нужно убирать. Иначе он там распадется, головки распадутся на зубцы. Вот такой вот замечательный чеснок. Если вот так вот посмотреть, то я не знаю, сколько сантиметров будет. Наверное, с полметра будет этот чеснок. Вот так. Чеснок замечательный. Замульчировала я его сосновыми опилками, чтобы меньше полут. Трава все равно растет, но уже не так быстро растет. Ну, пойдем дальше по огороду и покажу, что будет встречаться у меня на пути. А первое, что нам встретилось, это тыква. Тыква-улыбка. И вот такая она уже здоровая. Ну, на рассаду я ее сеяла. Представляете, в начале мая. И так она у меня здорово растет. Там даже есть тыковки. Маленькие вот такие. Здесь и где-то еще на земле. Вон там тоже начинают вязать тыковки. И там вот тоже вяжут тыковки. И посмотрите, какая она здоровая. Как она ушла. Может, потому что она растет на навозной куче. У нас остался навоз. Ну, куда его девать? Витя сложил его. Ну, не перепревшись. Навоз свежий, из которого мы делали гряды. Витя в кучечку сложил у меня, мой муж. И поставили колесо, наполнили землей. У нас так еще баклажаны растут таким способом. Я вам покажу. И я его маленько поприкрывала. Видите, вот стоят дуги. Надо их убрать. Поприкрывала, когда у нас были заморозки. Тыква же ведь не морозостойкое растение. И вот так вот она прекрасно растет. Прямо огромная. Хорошая. Мне нравится тыковки. Небольшая улыбка. Хорошо в них, значит, запекать грибы с курицей. Вот так вот сказать. Я уже пробовала, делала вкусно. Внутренности все убрать, начинить, фольгу завернуть, в духовку. И прекрасно. Также пшенная каша на молоке. Тоже в этих тыквах. Тоже я вот это пару раз за сезон делаю, готовлю. И потом мы эту тыкву перемалываем на блендере. И чистим, перемалываем и замораживаем. Зимой варим кашу с тыквой пшенную. И уже, конечно, в кастрюльки. И в кастрюле. И дальше еще что мы делаем? Да, добавляем в фарш мясной, в котлеты. И вот таким образом мы ее употребляем. Одной нам достаточно еще и остается. До сих пор еще в холодильнике лежит мороженая тыква. Дальше у нас идет, вот видите, вот с деревьями такое чудо. Вот так вот яблонька молодая у нас почему-то за, как сказать, высохла, отмерзла. Видите, вот так вот мы ее обрезали, замазали варом садовым. И вот такая она желтая. Надо внести какие-нибудь хоть удобрения под кустик. Наверное, какие-то аммиачные. Вот видите, какая желтая. Не знаю. Так что и эта у нас ранетка. эта привитая ранетка тоже чего-то не хватает. И вот так каждый год в этом месте они желтеют. Вот эта вот слива, слива выглядит нормально, зеленая. Хотя дальше слива, дальше слива у нас тоже подмерзла. Вот видите, какие сучья, веточки. Все прямо надо бы тоже пообрезать. Не знаю, Витя мой, что, почему не обрезать. За деревьями следит Витя у меня. Вот. Вот таким образом мы садим батун. Нам его хватает. Вот в колесе. Видите, уже большой. Мы уже его не едим, потому что есть у нас другой лук. Покажу. А весной мы ставим... Во, дуги еще тоже не убрали. Мы ставим вот такие дуги. А можно их и не убирать. На следующий год пригодятся. Накрываем полиэтиленом рано весной. И представляете, и он так рано начинает расти. И потом мы кушаем. Вот здесь, знаете, дали мне две картошки. Посмотрите, как она всходит. Черная-черная. С антоцианом. Здесь вот немножко черноты. Зелененькая. И картошка будет тоже такая фиолетовая. В ней почти нет крахмала. В этой картошке она такая диетическая. Я пробовала у приятельницы. Она мне дала две картошки на развод. Но почему-то вот эта картошка так поздно взошла. Может быть, мы ее не видели каким-то образом. Испортили. Не знаю. Она, может, по-новому отрастает вновь. И такая маленькая. Даже не знаю. Но будем ростить. Она, говорят, не очень урожайная. Я про ее читала. Но зато она очень-очень полезная. Дальше у нас вот здесь есть что хочу показать. Горох и бобы. Бобы уже и горох цветут. Вот. Видите? Уже цветут. Так. На траву в ней обращайте внимания. Сейчас моему Вите некогда. Он это все косит. Уже пора косить. И он сегодня-завтра будет косить. Вот так вот по забору у нас посажен горох. Все у нас посажено по минимуму. Немножко. И нам этого хватает. Вот к забору приделана такая сетка с большими ячейками. И этот горох за нее плетется. Поверх этого гороха мы еще такую пластиковую сетку с большими ячейками. В два раза, наверное, ячейки больше, чем эти вешаем. И она так немножечко к забору ее прижимает. И нормально, горох не клонится. Цепляется еще дополнительно за вторую сетку. Вот надо ее еще приделать, повешать. Так вот здесь, наверное, метров шесть у нас этого гороху вдоль по забору. Хорошо. Никаких палок не надо, ничего. Так вот у нас и он растет каждый год. Дальше. Вот здесь вот у нас капуста. Капусту тоже хочется показать. Я посадила вот эта пекинская капуста. Она еще маловатенькая. Я ее посадила после того, как высадила белокочанную капусту. Ну, я думаю, что пекинскую капусту вырву потом, уберу. Она раньше вырастет. И эта капуста будет расти вольготно. Видите, как она разрастается? Это капуста мегатон. Вот это. Она там уже стала вилочки заворачивать. Вот это. Это. Вот среди капусты я посадила шафраны, которые у меня подмерзли. Особенно вот этот. Мне все время хочется его выдернуть. Потом думаю, ну вон, растут же. Да пусть растет. Я думаю, листьями его закроют. Он вообще ничего не вырастет. Потому что очень маленький. Вот эти, да видите, как растут хорошо. Если он еще, ну не замерз этот цветок такой. Это не шафраны. Бархатцы прямостоячие. Мне уже как-то делали замечания. Я это прекрасно знаю. Но здесь вот в нашем селе, вот так их все называют, я тоже привыкла. А вот это вот пошла капуста слава. Тоже посмотрите, какой лист здоровый. И тоже там уже начинает закручивать. Там вот тоже пекинская капуста. Вот здесь слава. Вот у меня слава и пекинская. Немножечко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вилочков. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вилочков цветной капусты. Сейчас я ее покажу. Конечно, она еще не завязывается. Это вот капуста Дарья. Проверенная из Челябинска. Всегда такие хорошие у нее вилки. Другой капусты я не сажаю ни брокколи, ни савойскую, никакую. Вот это тоже капуста цветная. И она, представляете, желтого цвета будет самоголовка. Это тоже, по-моему, мавир капуста. Вся она выглядит хорошо. Вот эти тоже шафранчики как бы не очень замерзли. Так чуть-чуть. Три. А вот один сильно замерз, и второй не очень. Ну, в общем, короче, вот так вот у меня не очень хорошо получилось с этими бархатцами. Буду правильно называть. Так, там коза-дереза, а вот это мавир капуста цветная. Ну, соответственно, это у меня пекинская, и вот эта вот одна из пекинских такая большая, хорошая. Думаю, она вырастет первая. И не знаю, вырастет ли, потому что у меня она не растет. Почему-то вся уходит в цвет. Но это мне дали, и я думаю, что она вырастет, вот эту рассаду. Ну, значит, здесь у меня какая, а эта капуста будет салатного цвета. У нас был такой ливень, что, посмотрите, все листья в точку, как будто град прошел. Но я думаю, что у нас не было града, потому что мы стояли на крыльчке свете, когда был дождь, смотрели, ничего такого не было. Вот, видите, еще вот так немножко подмерз, который не совсем замерз, но он хоть все-таки еще растет. Но тот первый, это вообще что-то с чем-то. И последнее хочу показать капусту. Блю называется фиолетовая. И посмотрите, у нее уже есть головка, и вот именно она такая фиолетовая. Такая ранняя вообще. Вот ее будем точно кушать первую. Ну, дальше пойдем по огороду дальше. Так, там у меня тоже есть кое-что еще показать. Так, вот, помидоры показывать не буду. Это я показываю в отдельных роликах. Поэтому я здесь покажу лук. Лук эксибишен. Вот так он выглядит. Вот, по краю лука грядка обсажена морковкой. Морковка там у меня подписана. Подойду к концу и вам покажу, как она называется, эта морковка. Ну, лук, я думаю, что выглядит неплохо. Машенька показывала свой лук. У нее в теплице растет прям головки уже на поверхности. У меня еще, ну, нету таких головок. Еще совершенно их не видно. Ну, я думаю, что у меня же не в теплице. Он вырастет. Я думаю, будет хороший. Так, моя морковка называется. Вот подошла. Ага. Ярославна. Ярославна. А вот лучок у меня. Это на потребление. Семейный лук. Мы вот так вот его пригибаем. Тот придержим. Этот вырываем часть. И вот так вот его кушаем потом. Он был бы еще больше. Но мы уже из него, значит, берем это перо вместе с головочками. Если можно их так назвать, головками еще. И кушаем. Вот так вот, друзья. Вчера вырвала отсюда укроп. И он у меня сушится. Нужно сейчас все выключать и убирать. Укропу здесь было очень много. Лук открылся. Еще укроп остался. Немножко. Лук открылся. И все. Теперь начнет расти лучше. А то его давил укроп. Вот так вот, друзья. Такая гряда длинная у меня с луком. И причем грядки лука у меня всего одна. Если чесноку много, а лук одна. Нам его хватит. Если не хватит, то мы к весне всегда там килограмм-два купим. А этот, между прочим, эксибишен хранился у нас. До самого, наверное, марта. И ничего с ним не было. Ну, конечно, он уже потом начинал такой быть. Не такой уж упругий, сочный. Но хранился и ничего. Не гнил, не болел. Вот так. Поэтому лук можно свободно купить. Он недорогой. И я его всего посадила одну грядку. Так. Да и вы сами видите. У нас участок очень маленький. Каждый сантиметр задействован. И поэтому много сажать не приходится. Теперь дальше идем. Вот здесь вот у нас свекла. Свекла у феклы. Правильно-то говорит не свекла, а свекла. Вот у нас здесь свекла. Сразу изучаем русский язык. Ага. Свекла. Видите еще какая есть маленькая. Потому что я ее рассаживала. Рассаживала. Она взошла как бы где пусто, где густо. Но на этой вот грядке еще более-менее. А вот эта грядка вообще... Вообще взошла очень-очень плохо. И я ее здесь все рассаживала. И вот, не знаю, когда она вырастет и вырастет ли что с нее. Это Детрайт какое-то название какое-то интересное. А это какое же название? Смуглянка. Вон, у меня все подписано. Это смуглянка. А вот так вот. По краю у меня бархатцы. Бархатцы отклоненные. Дальше идет у меня такая культура, как кабачки. И они уже завязывают. Вот кабачки. А там даже уже есть какой-то побольше. Тоже сеяла на рассаду. Я вот здесь вот отсвел уже. Сейчас начнет он быстро расти. Три штуки. Сеяла их в начале мая. В стаканчики. А потом из стаканчиков переваливала сюда. Тоже в заморозки, которые у нас были возвратные, большие заморозки. И прям часто. Наверное, целую неделю стояли. Я их, конечно, на ночь прикрывала пятилитровыми бутылками пластмассовыми. А на ночь прикрывала еще всяким тряпьем. И вот у меня здесь капуста. Капуста это у меня грибовская, которую в марте сеяла рано. На потребление на раннее уже начали вилки твердеть. Я все думала, что весной в июне будем кушать. Но вижу, что весной-то, наверное, не придется. Но в начале июля-то, наверное, точно вот этот вот вилок уже будет готовый. Вот так, четыре вилочка. Это для раннего потребления. У меня четыре вилка. Дальше у меня идут четыре огурчика. Я уже их ничем не закрываю. Высадила, уже стало тепло. Ну, может быть, пару дней в бутылках постояли тоже. Я все люблю бутылками прикрывать сразу. Они вот там, знаете, цветут. Если вам показать, вон там цветут. И даже зависть. Вот. И вот четвертый такой огурчик. Он прямо рядом. Речка сладкая, дайкон. И вот он рядышком с ним. Вот эту речку. Вот пусть еще маленечко порастет. Еще она ему не мешает. Я ее потом все выдергаю и уберу. Ну, выброшу. Во-первых, я ее неправильно посадила. Рано. Ее садят в июне. Вот. А я посадила рано. Что-то забыла. И она мне как бы и не надо. Ну, посмотрю, может быть, просто в свежем виде сейчас покушать будет что-то. А много ли нам надо? Одну, две. Ну, и здесь, конечно, репка. Два рядочка репки. Я ее всю продергала. Тоже эта репка столько надо, сколько не надо. Если одну-две за лето скушаешь, и все. Так. И укроп. Вот это вот укроп. Если я тот повыдергала, уже сушу. А этот будет такой молодой. Он долго, долго не полкуется. И, ну, какой нежненький такой. И мы будем его употреблять в пищу. Потому что укроп летом везде идет. Но, друзья, сейчас мы подойдем. Последнее это к нашим огурцам и баклажанам. Они вот за теми рассадниками. Вот, если вы заметили, баклажаны тоже растут. На вот такой вот... Ну, на навозе. Вот навоз. Тоже... Ну, здесь мы не то, что к остатке. Мы здесь специально так каждый год делаем навоз. Потом на навоз ставим колесо. Такое у нас большое колесо. И сажу сюда, сажаю баклажаны. Вот они все цветут, выглядят хорошо. Но баклажаны еще нет. Там вот начинают только-только завязываться. Вот совершенно мизерные. Можно сказать, что еще совсем нет. Вот такие вот четыре баклажана. Баклажан называется ультраранний. Я думаю, они будут. С них толк будет. И вот сейчас покажу вам перцы и огурцы. Они у нас вот тоже на навозной грядке. В таком парничке. Парник обитый досками. Там навоз, земля. Ну, все как у всех. И вот начинаем с перцев. Перцы я не хочу вам по названиям говорить. Я думаю, что они еще подрастут. И я вам покажу их отдельно. И озвучу их названия. Я сейчас просто покажу, что перцы есть. Перцы есть. Перцы здесь разных названий. Оранжевые, желтые, красные. Вот так вот они выглядят. Перцы есть. Так вот. Их не очень много. Их не очень много. Так, раз, два, три. В общем, 24 штуки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, даже 21 перец. Вот так вот. 24 оставляла. Показала, что густо. Оно и так у меня густо. Еще нужно было реже. Я смотрю, у людей совсем редко садят. Так, и там и перцы у них хорошие. А у меня, может быть, и даже и хуже. Ну, и вот здесь вот у меня огурцы. Тоже совершенно. Вот, посмотрите, если я отойду. Сколько их? 11 штучек, по-моему, я насчитывала. Вот. Раньше мы огурцов сажали больше. Они были вот вместо перцев сидели. Их как бы было так прилично. А здесь у нас было немножко перчиков. Теперь я поменяла. Огурцы посадила сюда, потому что огурцы, огурцов много не надо. Мы много не солим. Там несколько банок сделают для мужа. Он любит там ассорти. И все. И остальные мы отдавали. Отдавали родственникам там, знакомым, кому надо. А теперь решили совсем посадить капельку. Немножко. Вот просто покушать. И все. Они вот так вот цветут. А огурцы, скажу название, трилоджи. Огурцы трилоджи. Он там начинается уже вязать. Потому что они один сорт. Я их помню. Ну, тоже огурцов еще не кушаем. Вот так, друзья. Не кушаем. Ну, они цветут. И тут завязывают. И я думаю, что огурцы у нас будут только чуть попозже. Ну, вот еще не показала петрушку. Вот из зелени петрушка. Почему-то я ее так пораньше рассадой не посадила. И она еще небольшая. Ну, у меня еще сухая петрушка есть. Сушеная. И, в общем, вполне нам хватает. Из зелени сажу только петрушку и укроп. Да, еще покажу в теплице базилик. Вот так вот. В теплице я вот еще сажу базилик. Вот он какой уже черненький, хорошенький. И дальше пошел. Вот. Базилик. Больше никакие салаты мы не сажаем. Вы знаете, ну, не хочем, не кушаем. Хоть они и полезные. Полезного и так в огороде много. Сажаем только то, что кушаем, что любим. И все. Друзья, погода у нас хорошая. Друзья, вот такое небо, конечно, без солнышка, пасмурное. Вроде как в 10 часов утра передают дождь. Сейчас в 9 утра. Но температура, температура будет высокая. 25, от 25 и выше. Для растений, говорю, вообще это благодать. Пусть растут и нас радуют. До свидания. С вами была Наталья Гелезудинова и мой канал. Делимся опытом взаимно. Опять ролик длинный, хотела как можно короче. Но у меня, как всегда, когда делаю обзоры, этого не получается. Простите, простите, простите.